Добрый вечер! Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости в студии Ольга Муравьёва. Сегодня в эфире. День памяти жертв ДТП. Акция по сбору крови на станции переливания. Дом культуры Чумака. История здания в рубрике «От края до края». Поэзия живописи. Выставка художников-любителей работает в центре народного творчества. Дело мастера боится. Многогранная личность Тамара Шкурко рассказала о своих умениях. Семьи жителя Уссурийска, который был мобилизован в армию, оказали помощь после обращения по телефону горячей линии. Сотрудники администрации округа привезли необходимое количество дров на зиму и привлекли волонтеров для их рубки. О событии расскажет наш корреспондент. Во дворе раздается стук топоров. Под их ударами разлетаются на куски поленья. Месяц назад глава семьи этого дома был призван в армию по мобилизации. Мужчину отправился служить, однако успел закончить не все хлопоты по домашнему хозяйству. Заготовка к зиме необходимого количества дров, казалось, станет настоящей проблемой. Я обратилась в администрацию, отдел помощи мобилизованным семьям. И мне привезли дрова. Потом они сами мне позвонили и предложили помощь наколоть. Поленья для семьи Ксении привезли знатные – дубовые. Все, кто топит такими дровами печь дома или в бане, отлично понимают, что по количеству тепла, которое они выделяют, им нет равных. За счет толщины волокон древесины дубовые поленья гораздо дольше горят, обладают большей теплопроводностью и также очень характерным, его знают все, кто пользуется дубовыми дровами, приятным запахом. Помогли в администрации города и с рубкой дров. Организовал процесс штаб «Мы вместе». А в качестве волонтеров на удалый труд привлекли участников движения «Молодая гвардия». Парни быстро организовали работу по превращению лесоматериалов в поленницу. У нас собираются обращения по мобилизованным семьям. Те семьи, которые у нас мужья уехали, мы помогаем им. В этот раз мы помогли дровами, то есть привезли около трех кубов дров. Отреагировали очень быстро мы. Семьи граждан, которых призвали во время частичной мобилизации, могут рассчитывать на помощь в решении своих проблем. В нашем городе для этого нужно позвонить по телефону горячей линии 38 45 46. Обращения принимаются в любое время. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс. Уссурийские компании победили в конкурсе 100 лучших товаров России. Молочные, мясные, рыбные продукты от местных производителей вошли в финал в Москве и привезли награды федерального масштаба. С достойными результатами приморцев поздравили в правительстве края. Это выставка-дегустация лучших приморских товаров. Все, что разместилось на полках, отметили на федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России». Среди лауреатов и дипломантов немало уссурийских компаний. Это не просто производство сыра, это еще и производство козьего молока. Там у нас и сегодня развивается агротуризм. Все это про компанию в Алексеи Никольском, продукция которой известна под торговой маркой «Соло Прим». На всероссийском конкурсе сырка «Чота» этого производителя стал лауреатом. Такую же награду заработали йогурты молокозавода «Заречная» и филе «Киты в масле» от «Гранд Марина». А за один из товаров вручили особый приз. Новинка в номинации «Продовольственные товары» получила компания ООО «Гранд Марин Фиш» за продукцию по фабрикат «Гёдзе» из Ментая. Отметили в этом году также предприятие «Никольск» за колбаски для гриля «Имперский» со сливочным маслом и зеленью и сосиски с сыром. В общей сложности 11 товаров приморских производителей получили звание лауреатов. Еще 14 стали дипломантами конкурса. Хотим вам пожелать, чтобы вы продолжали развивать свой бизнес в Приморском крае, чтобы при необходимости вы помнили, что всегда можете обратиться в правительство за различными мерами государственной поддержки, что вы всегда помнили о том, что мы поможем вам в реализации, в продвижении ваших товаров на территории региона и за его пределами. Знаки за достижения в области качества и отличник качества получили сотрудники компании-победителей национального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Ирина Мигунова, Анна Клыга, Телемикс. Третье воскресенье ноября – День памяти жертв ДТП. Незадолго до этой даты полицейские ежегодно устраивают акцию по сбору донорской крови и приглашают уссурийцев поучаствовать. Тех, кто готов нести вклад в борьбу за человеческое здоровье, ждут 18 ноября на Некрасово – 119. Сам процесс сдачи крови не занимает много времени. Подробная информация о процедуре есть на официальном сайте станции переливания. Отметим, что сдача крови – привлечь внимание общества к последствиям дорожных аварий и призвать к уважению и соблюдению правил. По статистике, ежедневно на дорогах Приморья получают травмы десятки взрослых детей. С начала года их число составило более 2,5 тысяч человек. Впереди вас ждет короткая реклама. Не переключайтесь. Далее в эфире. Более чем вековая история. В рубрике «От края до края» про дом культуры имени Чумака. Совместный выход на публику. 8 творческих людей организовали выставку. Талант Тамары Шкурко. Раскрываем личности в проекте «Дело мастера». Высота переехала в Александровские высоты. Отдел продаж теперь по новому адресу. Александра Францева, 40, офис 4. Высота – это удобно, надежно и выгодно. Строительная компания «Высота». Переезжайте с нами и вы. Вы смотрите итоговый выпуск новостей. Время рубрики «От края до края». В этом году мы познакомимся с историей здания Дома культуры имени Чумака. Первым крупным клубом на всей сети движений дорожных путей Советского Союза. Здание Дома культуры имени Чумака расположено на проспекте Блюхера города Уссурийска. Свой классический облик сооружение обрело не сразу. Изначальный вариант построили в начале 20 века по проекту архитектора Владимира Планцена, автора многих исторических зданий Владивостока. В здании располагалось железнодорожное собрание. На полу первого этажа до сих пор сохранился фрагмент керамической плитки, которую уложили в те годы. Покрытие изготовили по технологии одной немецкой компании с мировым именем. После революции встал вопрос о создании нового и большого клуба для работников железной дороги, в котором планировали проводить собрания и конференции, отмечать праздники. Поэтому в 1925 году здание решили перестать. Задействовали две сотни рабочих, что шло быстро и прерывалось только на зиму. В 1926 году на торжественном открытии железнодорожного клуба собралось более тысячи человек. Здесь же объявили, что Дом культуры будет носить имя Андрея Чумака, активного участника революционного движения на Дальнем Востоке. В последующие годы в здании располагались киноконцертный зал, библиотека, детские кружки и спортивные секции. Студенты проводили соревнования по волейболу, баскетболу, а в фойе устраивались танцы под местный оркестр. Со временем постройка ветшала, и в 90-х годах клуб начал стремительно разрушаться. Долгое время здесь оставался только спортивный зал. А в 2004 году произошел пожар, который уничтожил все, что осталось. Второй этаж частично провалился вниз. И лишь в 2012-м здание выкупили на аукционе два предпринимателя. При восстановлении строения использовали старые проекты. И спустя два года бывший клуб стал торговым центром, на этажах которого расположились магазины продуктов и одежды, аптека, студия красоты и другие офисы компаний. Но по-прежнему сохранился спортивный зал бокса. Выставка «Поэзия живописи» открылась в Уссурийске. Восемь художниц-любителей отобрали свои лучшие работы и разместили в Центре народного творчества. Мои коллеги побывали на творческой встрече с авторами картин и сейчас расскажут подробнее. Начинать творить никогда не поздно. Таков лейтмотив этого вечера. Студенты одного из уссурийских колледжей слушают рассказ авторов, чьи многочисленные картины заполнили выставочный зал Центра народного творчества. Не верится, что все работы – дело рук непрофессионалов. Мы впервые в этом году представляем работы самодеятельных любителей художниц. Это восемь прекрасных леди, которые нам рассказали о своем творчестве. У каждого есть работа, семья и много дел. Но в плотном графике женщины нашли время для живописи. Все восемь авторов посещают арт-занятия. В итоге познакомились и подружились. А недавно осмелели показать публике плоды своего увлечения. Первыми зрителями стала молодежь. Очень запомнились картины, выполненные карандашом, потому что они самые живые. И рыбки там прикольные тоже. И масляные работы очень живые, вот как настоящие лежат. И такие отзывы стимул продолжать, говорят авторы. Еще ведь пару лет назад каждая из них сомневалась в своих способностях, но все же нашли силы попробовать. Я хотела научиться рисовать маслом, и я не знала, где это. И стеснялась даже пойти в студию какую-то узнать. Я думала, ну я вообще ничего абсолютно об этом не знаю. Я вооружилась интернетом, купила все, что необходимо было для этого, послушала различных художников и просто дома при закрытых дверях садилась и рисовала. Наталья Насачева начала с гуаши, потом взялась за акварель и сейчас осваивает масло. Матрешки и роспись – особая любовь художницы. И у каждого автора свои предпочтения и сюжеты. В экспозицию включили также работы мастеров декоративно-прикладного творчества, в том числе единственного в городе керамиста. Рассмотреть каждую можно до 30 ноября. Выставка «Поэзия живописи» ждет гостей с понедельника по субботу по адресу Пушкина, 88. Ольга Муравьева, Анна Клыга, Ларион Николаев, Телемикс. Создавать для вдохновения именно так характеризует свое дело Тамара Шкурко – мастер декоративно-прикладного творчества. Женщина шьет, вышивает, изготавливает шкатулки и постоянно внедряет новые техники в работу. Давайте поближе познакомимся с героиней. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, Оля, очень приятно. Рада, что вы пришли ко мне. Как вам обращаться, может? С Тамарой. Тамара, ну, знаю, что у вас много творческих идей, их воплощения. Расскажете о вашей творчестве? Обязательно расскажу. Мое творчество наполнила моя мама Елена Георгиевна, которая учила мне в детстве шить, вязать, ну, немножко вышивки, конечно же. А с этой скатерки началось именно то настоящее творчество, в котором я сейчас. То есть стилизованная гладь тоже. А мне очень нравится вот эта работа. А это уже не вышивка, это другая техника, это аппликация. Я к ней пришла гораздо позже, потому что в каждой технике, когда работаешь, ищешь что-то новое, новое, и приходишь к другим. Ну, то есть я так понимаю, что постоянно развиваетесь, изучаете что-то в интернете и пробуете делать, да? Да, обязательно. А можно вот про вот это рассказать? Это что? Это бумагопластика, это вообще идет из гофрильной бумаги цветы. Я тоже им занимаюсь. Начинка в них не предполагается? Знаете, там конфетки кладут. Можно, можно делать и начиночку какую-то, можно просто более раскрытыми делать. Это как душа ляжет, и начнешь уже фантазировать. А расскажите, вот что вдохновляет на творчество? Вот вы говорите, как душа ляжет? От чего зависит этот процесс, как она ляжет? Вот, например, я увидела какие-то цветы, растущие на клумбе. Я захотела их тоже вышить, да? Я их рассматриваю, какой там у нее цветочек, как листочек ложится. И ищу, скорее, такую подобную картинку где-то в интернете, либо в книжке. Нахожу, изучаю его, рассматриваю, потом переношу уже на ткань. Это уже другие какие-то техники? Это тоже вся вышивка атласной ленты. Этой техникой я занимаюсь в данный момент, уже как год. Например, они здесь все в разных техниках. Вот это вот вышивки, вот зеленая, потом вот с мушкой вот здесь вот. Потом вот розы голубые на голубом фоне. Это техника с чистого листа вышита. А вот эти вот работы, шиповник, это вот уже по принту вышивка. Здесь несколько видов вышивок используется, более сложная работа. Здесь вышивка тоже по принту. Здесь вышивка тропунтой сделана эта вазочка. Мне очень нравится вот эта работа. Что это за цветы и как она родилась? Расскажите. Эта работа называется «Васильки». Это был конкурс у нас, называлось оно «Летнее панно». И я решила вышить «Васильки». Ну, лето, хочется что-то такого свежего, интересного. Вот шкатулочка. Вот такая вот маленькая, аккуратная шкатулочка. То есть вниз все это делаете? Можно посмотреть? Обязательно, да. То есть все это отделываете, да? Это все только ручная работа. А коробочка готова? Нет. То есть и коробочка готова? Тоже коробочку делаю, да. Вот допустим, вот такая большая коробочка. Она тоже открывается? Да, пожалуйста. Вот она внутри, все здесь упаковано красиво. То есть тут уже и клей-пистолет идет в ход, да? Да, 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 да. А эта техника очень интересная. Она называется «Японская техника стежка сашико». Обратите внимание, здесь должны быть все полосочки одинаковые. Там и заключается сложность этой работы. Потому что если она будет выполнена… Видите, здесь тоже все аккуратно, аккуратно. Она будет смотреться как единое полотно, как будто бы такая ткань. Да, а на самом деле это все выше, это ручная работа. А бывает, что критикуют родные? Да, да. У меня мама мой первый критик. Я показываю, говорю, мам, вот так и так, что там у тебя? На вот здесь вот так, доделай там по цвету что-то, да, обязательно, да. Я так понимаю, еще и шьете, да? Вот там какие-то фартуки, какие-то полотенца. Да, это кухонный фартушек, это техника-аппликация, вот она. Это с маленьких кусочков все сделано и сшито. Музыка Насколько это творчество дает вам, что в жизни? Для чего вы этим занимаетесь? Думали когда-нибудь об этом? Для вдохновения, чтобы мои дети могли уметь то же самое, что умею я. Потому что творчество, оно передается душой. И когда ты передаешь свои умения другим людям, мир становится, наверное, чуточку добрее. На сегодня это все. Напомню, что наши сюжеты можно найти на сайте телемикс.тв. Также не забывайте про социальные сети. В студии работала Ольга Муравьева. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok